Залетай на ватшоп и прихвати друзей. Выигрывай тут танки хоть целый день. Несмотря на возражения, выполняй достижения. Невзирая на нормы, обтанкуйся по полной. Бесплатный розыгрыш. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! С вами Маракаси и вы смотрите передачу Приколы и Баги. Начнем мы с чувака, который зачем-то заехал между вагонов. Я сам вообще не представляю, зачем он это сделал, но тут происходит забавный баг. Его подкидывает в воздух, после чего он падает на борт и выбраться уже, конечно же, не может. Наверное, ему не стоило вообще сюда ехать. Итак, сегодня мы увидим множество прикольных и весьма зрелищных моментов в танковом футболе. И первый из них произошел после столкновения. Посмотрите, что тут танчики творят. Синий танк появился прямо на крыше красного и тот начинает его возить. Ну, недолго поездка, правда, продлилась, но все равно забавно. Идем к следующему моменту. Игрок замечает, что его совзводный врезался в стенку, после чего перевернулся. Он пытается ему помочь, толкает совзводного и тот внезапно вылетает за стенку. При этом он может там спокойно передвигаться, но, конечно, никак выбраться оттуда он уже не может. И приходится продолжать бой, к сожалению, вдвоем против трех противников. Вот такой вот довольно интересный баг. Кстати, происходит он в этом режиме не так уж и редко, как может показаться. Идет ожесточенная борьба за мяч. Игрок в красной форме толкает противника, после чего тот улетает в сторону. Но судья молчит. Идем к следующему моменту. Тут у нас в очередной раз мяч улетает за пределы поля. К сожалению, этот момент происходит очень даже часто. А может быть даже и к счастью, потому что я могу показать вам такие вот забавные моменты. Игроки от нечего делать начинают вот такие вот тут трюки вытворять. Вы только посмотрите. Мне это напомнило один фильм про зомби. И в следующем моменте Т-62 встает на дыбы. И так проезжает несколько метров. После чего благополучно спускается на землю. Неожиданный игрок решает отвлечь вратаря. И нападает на него. Весьма, в общем-то, противник удивился таким вот действием. И наш красный игрок наезжает на крышу врага. И спокойно, в общем-то, там пристраивается. Противник, не понимая, что вообще происходит, едет вперед. И на себе тащит красного игрока. Тот не отсыпается и прямо спокойно перекатывается по крыше синего игрока. И вот так вот они катаются некоторое время. Вот так вот занялись таким вот занятием веселым. Пока нечего было делать. Но в итоге нужно все-таки продолжать матч. И ждать больше нельзя. И все-таки они начинают уже нормально играть. В очередной раз происходит баг, когда мяч улетает за пределы поля. Игроки пытаются его достать, но у них в итоге ничего не выходит. И мячик там далеко где-то за текстурами. Никак, в общем-то, его уже не достать. В следующем моменте в начале боя синие танки красиво переворачивают красный. И выводят его из матча на некоторое время. А в следующем моменте игрок подскакивает на мяче и переворачивается. Хорошо, что разработчики предусмотрели это. Далее у нас происходит весьма необычный баг. Ну, по-моему, такого точно не должно быть. Хотя, может быть, разработчики специально так сделали. Посмотрите, как мяч подлетает и улетает в итоге куда-то в небо. Его очень долго не видно. Видимо, удар был очень сильный. Но через некоторое время мяч все-таки опускается на землю. И давайте же посмотрим с другого ракурса, как далеко все-таки мячик улетел. Вот он подскакивает тут от выстрела. И действительно, очень он далеко. И потом все-таки начинает опускаться вниз. Хорошо, хоть в небе там где-то не застрял, а то был бы совсем песец. Но тоже весьма забавно. Извини, КВ-2, но твои вертухи уже никому не нужны, судя по комментарии. Так что пока уж спасибо, друг, что такие вертухи раньше показывал. Но больше зрителям они не интересны. Переходим к более насущным делам. К танковому футболу. Тут красный игрок перевернул синего. После этого синий игрок улетает за текстуру. И оказывается вот в этой ямке, по которой можно передвигаться спокойно. Единственное, что отсюда не выйдешь никак. То есть можно просто по кругу кататься. Но толку от этого не будет никакого. Но на матче, в общем-то, ты не сможешь попасть. Баг, конечно, любопытный. Но обидно вот так вот в начале боя особенно под текстуру попасть. И уже ты будешь там кататься весь бой. Или просто выходить из боя. Но, в общем, перспектива не самая радужная. Еще игрок к тому же тут и перевернулся. Правда, автопереворачивание пытается вернуть нашего героя на две гусени. Но он снова падает. Вот такой вот танковый ад для него. В следующем моменте игрок стреляет в мяч, который появился на центре. В итоге мяч попадает в противника и переворачивает его. Такой вот сильный был выстрел по мячу. И далее у нас снова выстрел на КВ-2. Ладно, пошутил я. Будут еще выстрелы на КВ-2. Все-таки танк легендарный, но не так много. Мяч летит прямо в ворота. Но игрок красной команды старается спасти свою команду. Бьет головой. И в итоге отражает мяч. И тот попадает всего лишь что в перекладину. Красиво спас свои ворота. Идет ожесточенная борьба за мяч. Кому же он все-таки достанется? В итоге мяч попадает в одного из игроков. И кажется он получает травму. Или это симуляция? Да, это симуляция. Красная карточка за нее. Идем к следующему моменту. Тут у нас в начале боя за мяч. Просто нереальная борьба. И три красных игрока просто сносят синего игрока в сторону ворот. Довольно забавный баг. Игрок как-то попал на танке Т-62А Спорт в тренировочную комнату. Да, танк тут без камуфляжа, такого специального футбольного. Но это тот же настоящий танк из танкового футбола. И это невероятно. Я не понимаю, как у него так получилось. Есть, наверное, какая-то лазейка, с помощью которой можно попасть в тренировочную комнату. Вот бы так в бой в обычный рандомный попасть. Кстати, стоит отметить, что этот танк полностью неуязвим. То есть урона по нему никакого не проходит. И это круто. В рандоме это очень бы понадобилось. Это было бы уже читом. Может быть в комментариях всё-таки кто-то расходится и расскажет нам, как всё-таки на этом танке попасть в тренировочную комнату. А ещё лучше в обычный рандомный бой. Тогда будет вообще всё зашибись. Итак, друзья, на этом всё. Но скоро ещё новые выпуски приколов и багов. Вам нужно всего лишь что поставить лайк под видео, чтобы они выходили быстрее. Ну и также, конечно, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну и также не забывайте присылать свои реплеи по ссылочке в описании. В мою группу ВКонтакте специальное обсуждение для этого. Ну и, конечно же, за самые лучшие реплеи выдаётся голда. Желаю вам удачи, друзья. Спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова